Привет, друзья! В этом выпуске рассказ о результатах 26-го тура английской премьеры лиги, в которой было два центральных матча. Манчестер Сити обыграл четвертую команду таблицы Вестхэм 2-1. Остановите их кто-нибудь, ведь горожане выиграли свою 20-ю встречу к ряду во всех турнирах, в то время как молотобойцы не уступали в чемпионате страны около месяца. Да что уж там говорить, в первом круге они отобрали у команды Гвардиолы очко. Дебрюне дал 11-й голевой пас и догнал по этому показателю Гарри Кейна. Вестбрунович победил Брайтон и стремится в Еврокубке, однако он пока на 19-м месте. Только подумайте, Брайтон не забил в этой игре целых 2 пенальти. Это вылилось в пятый матч без побед, 3 поражения и 2 ничи. Вестбрум одержал свою третью победу в этом сезоне. В матче средняков Остановила взяла реванш за поражение от Лица в первом круге 0-1. Подопечные аргентинца Бьелсы проиграли четвертый раз в феврале. Шестой мяч в премьер-лиге провел Анвар Эль Гази, однако его рекорд был установлен в Аяксе, когда он отметился 11 раз. Нью-Кассел Вулверхэмптон 1-1. В составе Волков в старте вышло сразу 5 португальцев, двое из них сотворили гол. Это одна из самых португальских команд. Пятеро в основе, два португальца в запасе и тренер тоже из этой страны. В итоге Волки не уступают три игры, а Нью-Кассел наоборот. Беды Лестера не закончились. После вылета из Лиги Европы клуб второй раз проиграл на своем поле Арсеналу. Последний раз такое было в октябре прошлого года. Правда, тогда Лисы потерпели три фиаску на своем поле подряд от Остановила, Вестхэма и Арсенала. Девятый гол забил Эля Казет. Что поделать, Варди молчит четвертую игру. Кристал Пелос не сумел взять дань с аутсайдера Фулхэма 0-0. Фулхэм сравнялся с Брайтоном по числу ничейных результатов по 11. А вот Кристал Пелос сравнялся с Саутгемптоном по пропущенным мячам по 43. Давайте отметим то, как прекрасно поднимаются дачники. Они оставили свои грядки и пять туров никому не уступают. Тоттенхэм второй матч громит соперников с одинаковым счетом 4-0. В Лиге Европы отскочил Вольсбергер, а в чемпионате Англии Бёрнли. За последние 30 дней шпоры в пятый раз забивают 4 мяча одной команде. Отметим дубль и ассист у Бейла и 2 результативные передачи у Сонхэнмина. У Тоттенхэма сейчас 3 сухие победы на домашней арене. Челси и Манчестер Юнайтед в центральной игре под номером 2 сыграли в ничью. Второй ничейный результат в туре. Последний раз такое было 3 недели назад. Команды не стали портить свои беспроигрышные серии. У МЮ 9 матчей, у Челси на одну игру больше. Наконец-то в чемпионате Англии победил Ливерпуль. Напомню, красные проиграли 4 последних тура. Шеффилд Юнайтед повторил достижения Лидса и проиграл 4 раз в феврале. Эвертон и Саутгемптон сыграют 1 марта в 23.00. В первом круге победу одержали святые 2-0. Расписание. 27-й тур начнется 6 марта. Бёрли, Арсенал, Шеффилд Юнайтед, Саутгемптон, Останвилла, Вулверхэмптон, Брайтон, Лестер. 7 марта Вестбромич, Ньюкасл, Ливерпуль, Фулхэм. В воскресенье состоится дерби двух Манчестеров. Далее Тоттенхэм Кристал Пелес. И 8 марта подарок для женщин Челси Эвертон и, конечно же, Вестхэм Лидс. Список лучших бомбардиров и ассистентов. Лучшими галеодорами являются Салах, Фернандеш и 14-й гол забил Гарри Кейн. Дебрюне догнал Кейна в списке лучших галеодоров по 11 результативных передач. Турнирная таблица. Манчестер Сити на первом месте. Отрыв с каждым туром увеличивается, плюс 12, разница голов плюс 36. Манчестер Юнайтед на второй позиции, Лестер третий. Вестхэм сохранил четвертое место, разница голов плюс 9. Челси вернулся на пятую строчку. Ливерпуль шестой. Фанаты клуба надеются, что команда вернется в борьбу за чемпионство. Ниже находятся Эвертон и Тоттенхэм. Арсенал по-прежнему 10-й. Лидс 11-й. И вот с этой команды начинается список клубов с отрицательным балансом мячей. Фолхэм близок, дабы вырваться из зоны вылета. У Весбронвича на 6 очков меньше. И самые плохие безнадежные шансы у Клинков 11 очков. Смотрите рейтинг ассоциаций УЕФА, в котором вы узнаете, кого вскоре обойдет Англия. Услышимся на спортивном.